Всем привет! С вами я, Меланя, с канала Мелочук. И сегодня я буду делать уже фиг знает, короче, какой по счёту выпуск рубрики Винмейт. И он будет про то, как сделать телевизор, он же телик, и волосы для LPS. Как бы это странно не звучало, но очень надеюсь, что он выйдет интересным. Итак, давайте начнём. Итак, давайте, пожалуй, начнём с того, как сделать телевизор для LPS. И вот, так вот он получится. Я, конечно, знаю, что художник я далеко не лучший, и я не блещу художественным талантом. Но думаю, что рисуете вы намного лучше меня. Короче, получится что-то вот такое. Это вам образец. Если вам интересно, как это сделать, то оставайтесь со мной. Всё, что вам понадобится, это всего пять вещей. Ножницы, скотч, куда же без него. Кусочек братского картона. И именно картона, не бумаги. Вы, конечно, можете сделать телик из бумаги, но только он развалится через пять минут. Я пробовала. Так что не делайте телик из бумаги. Лучше просто возьмите картон, вот такой вот плотный. У меня, я его лично отрезала от коробки. Так что вот. Думаю, вам видно. И белый листок бумаги, либо журнал. Для того, чтобы экран сделать. Да. Что мы начнем сделать, это отрезать прямоугольную часть от картона. Ну, обычный прямоугольник, желательно не очень большой. Ваш прямоугольник должен выйти и не маленький, и не огромный, потому что если он будет маленький, то на нем будет просто нереально рисовать. Да. А если он будет огромный, то просто та ножка, которую мы потом сделаем, не выдержит его, и он будет падать. Так что вот. Такой размер должен быть. Теперь как раз-таки нам нужно взять ваш листок бумаги, либо журнал. И вырезать из него такой же прямоугольник, просто немного поменьше, чтобы тут осталась совсем-совсем маленькая рамочка. Может быть, один сантиметр. Маленькая рамочка должна остаться. Это в зависимости от размера прямоугольника. Должно быть что-то типа этого. Мне кажется, что уже есть какой-то намек на экран. Что теперь надо сделать, это взять все абсолютно там, какие вы хотите. Ваши цветные ручки, карандаши, фломастер, что угодно. Ну, как вы хотите там. Это может быть что угодно, что вы хотите. Просто включите свое воображение и рисуйте там, что хотите. Но если же у вас журнал, ваша задача проще. Просто вырежете то, что вам понравилось, наклейте на бумагу для прочности, и потом сюда. Чтобы у вас получилось так же, как у меня, только тут уже будет готовая картинка. А те, кто решил покреативить карандашами, оставайтесь со мной. В общем, как-то так вышло. Я, конечно, знаю, что художественным талантом не плещу. Но я уверена, что вы рисуете лучше, чем я. Так что, пожалуйста, не судите мне это строго. И не пишите в комментариях то, что я ужасно рисую, потому что я уже это знаю. Говорили уже некоторые, да. Ну, короче, думаю, что должно выйти как-то так. А теперь нужно сделать ножку. Да. Ножку, на которой подвижат телек. Для этого нам нужно взять тот же самый картон и просто вырезать из него небольшую полоску. Ночью должна выйти какая-то вот такая штуковина. Да. Теперь нам понадобится наш скотч, конечно же. И скотчем приклеить ее вот сюда, сзади телевизора. Спереди будет выглядеть как-то вот так. Ну вот, короче, выйдет вот так. И сейчас, пожалуй, самая нелюбимая часть всего процесса создавания телевизора, это сделать для него подставку. Ну, такой круг, на котором он держится. Извините, если я просто, если я плохо объясняю. Ну, думаю, что вы меня поняли. Она должна быть такого размера, чтобы ваш телевизор хорошо держался. Я имею в виду, чтобы он хорошо стоял. Потому что, если, допустим, у вас большой телевизор и маленькая подставка, то он просто тупо будет всегда падать. Ну, для того, чтобы сделать подставку, нужно из картона вырезать либо круг, либо овал размера, который... Ну, чтобы держался, короче, прямугольник. Короче, у меня получилось как-то вот так. И вот, будет выглядеть это все вот так. Просто теперь будет такая сложная вещь, которая может испортить эту подставку. Ну, теперь вот здесь вот нужно сделать отверстие для того, чтобы вставить вот эту часть вот сюда. Вот, типа лего такое, бумажное. Да. Вот, в общем, должно выйти вот так вот. Но пока это очень легко отцепляется друг от друга. Да, и поэтому может вывалиться. Для того, чтобы не вывалилась, нам снова понадобится наш скотч, для того, чтобы скрепить эти две части. Вот, для начала вставляем телек туда. Теперь берем скотч и просто приклеиваем снизу, вот тут вот, так, чтобы эта штука не отвалилась. Получился вот такой вот телек. И мне кажется, что он получился классным. Кстати, таким же способом можно сделать базовый компьютер, который... Ну, короче, который в офисе стоит, не ноутбук. Базовый компьютер, только прямоугольник должен быть поменьше. И тут просто будет отходить нитка, самая обыкновенная нитка, вот, типа такой. И тут будет клавиатура. И все. По-моему, у меня это кто-то когда-то в комментариях спрашивал. Короче, если кто спрашивал, то теперь вы заодно знаете, как делать ком. Так, ну, сейчас я продолжаю свою рубрику. И сейчас я покажу вам, как делать полосы. Ладно, это звучит странно, поэтому давайте выразимся по-другому. Назовем это прической. Думаю, что все меня поняли. Итак, давайте начнем. Я покажу вам два способа, которыми вы сможете воспользоваться. Вот это челка, которая получится первым способом. Таким же образом можно сделать волосы. И вот это второй способ. Если, думаю, что вы знаете видео ЛПС Анюты, где у кошечки были похожие волосы, только розовые. Так вот, я покажу вам, как делать похожие. Вот. Давайте, может, сделать волосы по первому способу. Все, что вам понадобится, это картон или бумага. Желательно бумагу. Вот, я взяла сегодня оранжевую. Что-то сегодня за оранжевый день, хотя оранжевый не является моим любимым цветом. Еще вам понадобится карандаш. Ножницы. Куда же без них-то. И пэт. Любой. Вот, я, наверное, возьму эту кошку. Да. Поэтому вам понадобится для того, чтобы отмерить. Вот. Первое, что вам нужно сделать, это взять листочек и нарисовать волосы такой формы, которая выходит с самим миром. Вот такая форма. Вот. Теперь вам понадобится ваш пэт для того, чтобы посмотреть... Вот, если это кошка, то для того, чтобы посмотреть, сколько расстояния между ушками, для того, чтобы эта челка смогла держаться на ней только. Вот. И дальше вам нужно просто закончить это сзади. Там просто небольшой кусок для того, чтобы она была законченная. Получилась какая-то такая вот понятная фигня. Но сейчас мы ее вырежем и будет попонятнее. Получилась такая вещь. Теперь мы снова берем вашего пэта и примеряем челк. Вот. Теперь, ну, она сначала будет отходить, но нужно просто погнуть ее, и она будет лучше. Вот. И, как вы видите, она пока еще падает. Но вот для того, чтобы прикрепить, если вы хотите, чтобы было незаметно, то вам понадобятся пластилины. И штуки, на которые картинки на стену клеят, для того, чтобы не портилось. Тоже, кстати, будет работать. Сейчас я сделаю так же и покажу вам, как получается. Пруф. То, что я все делаю сама. Вот. Сейчас еще тут немножко подогну. Чуть-чуть. Чуточку. Капельку. Вот. По-моему, получается симпатно. Не знаю, как вам. Лично мне нравится. Вот. Но если же вы хотите, чтобы было заметно, ну, как заметно. Вот. Ну, нужно просто взять эту жучелку и какую-нибудь резинку, там, корону, что угодно там. Чтобы она держалась. Вот так. Ну, в общем, я надеюсь, что этот способ вам понравился. Теперь приступаем ко второму способу. Он немножко сложнее, но он, ну, как видите, результат очевиден намного красивее. Вот. И так, если вам интересно, продолжайте смотреть. И так, для второго способа вам понадобятся нитки и ножницы. Ну, и какой-нибудь предмет, типа айфона, или точилки, или вообще что-нибудь треугольное. Вот. Наверное, вам покажется этот способ очень странным, но вам нужно взять ваш предмет, как раз таки. И обмотать нитки вокруг него, настолько, насколько бы вы хотите, чтобы ваши волосы были густыми и пышными. Вот. У меня получилось вот так вот. Но тут я, естественно, экономила нитки, потому что, вы понимаете, нитки эти не мои, так что, главное было не зарасходовать все. Но для вас я сделаю, естественно, попышнее. Вот. Ну, вы думаете, можете позволить себе сделать еще более пышными их, чем у меня. Ну, короче, просто берете предметы и наматываете нитки. Так, после того, как вы намотали нитки, на айфон пока получился айфон, обмотанный нитками. Но теперь нам нужно эти нитки снять с айфона или вообще любой вещи, которую вы используете для того, чтобы намотать. Пожалуй, самая трудная часть всего процесса. Итак, ребята, у меня произошел маленький инцидент. И я настолько сильно примотала нитки к айфону, что теперь я не могу их снять. Извините, мне просто самое смешно. Итак, надеюсь, что вы их сняли, и у вас получился такой своего рода браслет. Теперь что вам нужно сделать? Взять и обрезать один из концов этого браслета. Я это сделаю прямо на телефоне, потому что другим способом мне не получится их снять. Я это уже знаю. Давайте, болейте за меня, чтобы я наконец-таки сняла с телефона нитки. Я серьезно. После того, как вы обрезали одну часть вашего браслета, у вас получился такой полукруг. И вторую часть надо обрезать так же. Так, чтобы у вас получилась такая вот полоса, состоящая из многих-многих ниток. Просто ее надо распушить. Я снова сэкономила. Так что, вот. Пока еще нитки выпадают, но это пока. Теперь то, что вам нужно сделать, это взять резиночку маленькую. Не такую, как для волос, а маленькую. И здесь вот обмотать ее вокруг, так, чтобы тут получилась как бы маленькая челочка. Ну, в принципе, без челочки сделать нельзя, потому что иначе они не будут просто держаться. Просто будет такая вот вещь, какие-то непонятные. А если же у вас нет резиночки, то вам снова понадобится нитка. И вам... Упс. Еще один резиночек. И вам следует обмотать эту нитку вокруг того места, где вы хотите делать челку. Смотря, откуда она будет начинаться. Например, вот отсюда. Вот так вот. И дальше обматывать. Там несколько раз, может быть, раз пять, шесть, сколько вы там хотите. В принципе, вы можете отметить эту нитку где угодно, смотря, какую длину вы хотите иметь челку. Имею в виду, какой длиной. После того, как вы обмотали, последний оборот, который вы сделаете, должен быть немного более свободным, чем все остальные. Обратительно сильно свободнее. Вам снова понадобятся ножницы для того, чтобы обрезать конец нитки. Вот. И вот этот конец нитки нужно вставить вот в этот оборот, чтобы завязать узелок. Иначе ваша нитка, что вы обмотали, все это просто развяжется. Нужно обрезать теперь все лишнее. Вот. Ну и вот у меня остались несколько ниточек, которые свисают, и их тоже желательно обрезать. Вот. Вышла вот такая вот вещь. Теперь вам снова понадобится пэт. Вот. Наш экспериментальный пэт. Я не знаю, зачем я взяла эту кошку. Просто мне она нравится. И вот. Надеваем вот так. Снова же тут вам понадобится какая-нибудь резиночка или корона, или еще что-нибудь. Для того, чтобы зафиксировать. Вот. Челка получилась немного неровная, поэтому я просто с помощью ножниц берем. Я беру и обрезаю ее. Чтобы она ушла ровная. Вот так. Вот. По-моему, получилось довольно мило. Такая рапунцель своего рода. Вау. Вот. И так, на сегодня это все. С вами была я, Мелания, с канала Молочук. Очень надеюсь, что вам понравится эта рубрика. Потому что, в принципе, это первая рубрика, которую я снимала на фотик. Очень надеюсь, что она получилась хорошая, и я вам помогла. Не забывайте на меня подписываться, ставить лайки, писать комменты, желательно хорошие. Да. А еще всех очень скоро наступающим Новым Годом. Пока! Продолжение следует...